Стресс означает, что что-то высшее хочет поменять меня в лучшую сторону. Стресс — это страшная штука, я вам никому не советую, чтобы он был. Потому что когда от вас уходит близкий человек, когда вы теряете работу, когда вы теряете близкого человека, он, допустим, уходит из жизни, а вы были счастливы с ним, то в этот момент у человека все в жизни рушится просто. Ему незачем жить. Испытали вы стресс недавно. Незачем жить становится человеку. Он думает, а все, зачем мне жить, все. Незачем. Потому что у него была неправильная вера. И вот это как настройка, принимайте в жизни. Когда у человека неправильная вера, он оттуда все счастье берет. А без счастья жить не может человек. Он берет от счастья оттуда, откуда не положено. Он берет до определенного времени, а потом этот источник веры разрушается. И у человека разрушается возможность быть счастливым. Смотрите, что происходит дальше. Он спать не может, есть не может. Жизнь ему не нужна, и он просто как оглушенный. И такое состояние может длиться до трех лет жизни. Представляете? Просто незачем жить человеку как оглушенный. Он все видит вокруг, что происходит. Но это просто внешняя картинка. А внутри его все это не интересует. Поднимите руку, кто сейчас в таком состоянии находится. Правильно, да. Вот это называется стресс. Теперь не надо проклинать свою жизнь. Знайте, что это предназначено для того, чтобы вы поменяли веру. Как только вы... А это не дешевая вещь поменять ее. Человеку кажется, что он в Бога верит. На самом деле это ошибка. Когда человек в Бога верит, он никогда стресс не может испытать. Потому что все, чтобы не разрушилось вокруг, его источник счастья неразрушим в этом случае. И он все может выдержать. Чем тяжелее ситуация, тем он мудрее становится, такой человек. Почему человек ломается? Потому что у него неправильный источник счастья. Это неосознанно происходит. Вот женщина поверила в ребенка. Очень опасно верить в ребенка. Вы сказали, допустим, это моя единственная цель жизни. Вот видите, ребенка и говорите, это моя единственная цель жизни. Очень опасно. Это значит, вы ставите под удар его жизнь. Такими словами. Понимаете, да? Ваша цель жизни – это Бог. А ребенок – это тот, кому вы даете милость свою. Милость. И давать ее надо через сердце, через молитву. Не то, что надо вот этого ребенка постоянно вокруг с собой держать, мучить его, в попу целовать со всей силы. Понимаете? То есть не в этом смысл, а в том, чтобы защитить его жизнь. И защищаете вы его своей внутренней силой. Отдаете ему эту силу, благословляете его. Смотрите, одна мать плачет, когда с ребенком в трудности, а торгая говорит, все будет хорошо. Вот та, которая будет все хорошо, она любит его. А та, которая плачет, она зависит от него, от его жизни, зависит. Это значит, что она в его верит. Что значит, она от него берет силы. Вот, допустим, человеку плохо, вот ребенку плохо, он болеет, а мать переживает за него. Что она делает в это время? Забирает у него и так силы, которых мало. Вот она переживает, она у него забирает себе силы. Ему и так плохо. Он говорит, мама, иди, пожалуйста, мне и так тяжело. Оставь меня одного. Он говорит, нет, я хочу быть с тобой, мой сынок не убирает. Он говорит, мама, уходи, уходи, мама, все, у меня нет сил. Итак, нужно благословлять своих детей, своей силой внутренней. Если вы чувствуете, вы переживаете за своего ребенка, это не благословение, это слабость. А если вы не можете без него жить, то есть ребенок, допустим, уехал куда-то, и все, у вас жизнь закончилась, это значит, что вы в него верите. Это значит, что вы его разрушаете, его жизнь таким образом. Потому что верить надо в Бога, а ребенку отдавать силы. А если вы верите в ребенка, вы забираете у него силы. То есть нужно думать о Боге и благословлять его. У тебя все будет хорошо. Если у вас спокойствие за ребенка в сердце появилось, вы его ангел-хранитель. Все, у него ничего плохо не может быть. Как только у него плохо, у вас здесь беспокойство, сразу раз, молитва, все, опять хорошо. Беспокойство, молитва, опять хорошо. А если вы ко мне приходите, Олег Геннадьевич, у меня беспокойство за ребенка. Больше того, Олег Геннадьевич, он со мной разговаривать не хочет. Я ему звоню, говорю, как у тебя дела? Он говорит, мама, заставь меня в покое, я уже не могу. Это значит, что вы неправильно живете. Вы верите в человека. И это приведет к стрессу. Обязательно. Потому что, если источник веры неправильный, это всегда приводит к стрессу. Больше того, неправильный источник веры часто человеку калечит жизнь еще до того, как он получил счастье от этого источника. Например, сильно хочу поступить в институт. Аж потею. Вот институт, это все, это самое главное в моей жизни. Сильно хочу поступить в институт. Поступишь? Нет. Вот у меня желание очень сильное по природе. Я сильно хотел в институте получить хорошую отметку. Рассказываю вас в свою жизнь. Сильно хотел хорошую отметку. И учил все просто со страшным желанием. Ничего запомнить не мог. Потому что мое желание получить хорошую отметку и вообще быть хорошим человеком, все выучить, чтобы лечить людей, было настолько сильным, что я не мог ничего усвоить, потому что я сжигал себя просто этим желанием. Мне так сильно хотелось. И когда один человек изучил меня, он говорит, ты расслабься, говорит. Просто вот расслабься, какая отметка будет. Как выучишь, так выучишь. Я не мог его понять. Что он говорит? Я должен выучить сильно. И впивался просто в этот учебник. Ничего не мог заполнить. По 50 раз читал. Потом прихожу, допустим, к экзаминатору. Смотрю на него. Отвечаю на вопрос с трудом. Он смотрит на меня, ставит 4. Знаете почему? Потому что в моих глазах правильное желание. Я хочу, чтобы люди были здоровы. И меня всегда там нормально ко мне относили. Нормально. Не гасили меня там, в медной институте. Не гасили. Но я не знаю. Не гасили меня. Продолжение следует...